И еще один очень важный момент — это белорусский фактор. Мы обязательно должны это затронуть, потому что воспалилась Беларусь. Первая она воспалилась у российских, как они думали, небожителей. Мы их всех амнистируем. Ну, там есть нюанс, может быть, не всех, но многих. Я буду в амнистиционной комиссии, если что. То, значит, Лукашенко выдвинули в Москве претензию. Типа, а ты что, опять перебежал Александр Григорьевич? Александр Григорьевич ходит с таким вот странным лицом. Говорит о том, что у белорусов будет скоро другой президент. Они ему говорят, отец, батюшка, не уходи. Я белорусов хочу успокоить сразу. Лукашенко уже 30 лет как собирается уходить. Ну, не будем отвлекаться от нашего сюжета. То есть, вне-ма-ни-е. Мы зашли в Курск. Они там, ну, и в Курске, и в Москве самое главное. В бункере, очевидно, меняли чемоданы с такой скоростью. Там усилили охрану, поставили вентилятор отдельный и так далее. Но поклонить на Республику Беларусь начал первый кто? Аптиарунович Алаудинов, который развернулся с украинской армией. Критического, трагического не произошло. Да, противник зашел на приграничные территории. Несколько населенных пунктов заняты противником. Он максимально пытается продвигаться. Наращивает все свои силы, которые он освободил от белорусской границы. Получается, он, я так понял, все бросил сюда. Он почему-то решил, что виноват во всем Лукашенко. И он говорит, что Лукашенко прекратил военное учение на границе. И, соответственно, он хочет жить в мире. Он чувствует, что Украина на него не нападет. Он чувствует, что нигде не готовится нападение. Соответственно, он не может показать, с какой стороны готовится нападение. И, мол, это позволило украинским силам обороны часть своих сил оттянуть с украинно-белорусской границы и отправить их на российско-белорусскую границу. А, извините, это попозже. Это уже там Брянск, Смоленск, это вот туда. Ну, в общем, часть этих подразделений, как многие пишут, были отправлены в Курскую область. И на болотах по этому поводу визги, писки, обида. Да, и депутат Госдумы Затулин требует, чтобы Лукашенко направил свою армию на Киев. Да, вот так вот взял и отправил. Я ничего не придумаю. То, что Украина предприняла эти действия, может вернуться ей бумерангом, хотя бы в том вопросе, который касается масштаба военных действий. Потому что эти части, которые здесь задействованы, очевидно переброшены с того направления на границе с Белоруссией, которое кажется застрахованным от наступления на Украину. Кажется потому, что много раз говорилось, что этого не может быть, потому что не может быть никогда. Потому что западные союзники за этим внимательно следят. Мне кажется, что пора вспомнить, что мы живем в союзном государстве, и расстояние от границы с Белоруссией до Киева, оно крайне невелико. И уж по крайней мере они не должны быть уверены в том, что... Тут надо сделать киримарочку, да? А она какая-то вратительная у задулина. Надо будет Кириллу скинуть его адрес. Ну, во-первых, кроме МГТ, которые сказали, воюйте так, чтобы не взорвалась теперь уже Курская атомная электростанция, никто как-то особо и не осудил, и не поддержал Россию. По-моему, даже сирийцы, КНДР, кто там, Иран, тоже как-то этот вопрос думает. Ну, раз маньяк такой слабый, такой... Ну, что сделаешь? Надсоединяйте Курскую область. Но они хотят какой-то помощи. Он реально просто молит, Затурин молит Лукашенко, помоги. То, что с территории Беларуси до Киева очень близко, мы это прекрасно помним. Мы это запомнили на всю жизнь. И Буча помнит, и вся Киевская область. Там у этих товарищей был план Киев за три дня. Вот по этой дороге через территорию Беларуси они, кстати, и топали на парад на Киев. Но мы их всех убили. Всех российских мальчиков. Молоденьких, не очень, профессиональных военных. Тогда вроде как профессиональная армия была. Мы всех уничтожили практически до последнего. Десантура там понесла российские новые потери. Со самой сильной потери. Гастомель, куча трупов. И с нашей стороны разрушенная Мрия. Но они действительно пришли с территории Беларуси. Но теперь, что мы видим? Россиян в Беларуси в достаточном количестве нет. Почему? Да, потому что их даже в Курской области нет уже в достаточном количестве. И вот это вот, как это, миллионеры из Госдумы, я не оговорился, да, сделал свой человек капитал на пропаганде ненависти к Украине. Ну, то-таки. Украл, да и украл. Это ж лучше бы, чем они тут что-то такое деструктивное создавали. А так, самолеты, дай, ладно. Мы что-то нежадные, да? И вот он хочет, чтобы мы увидели белорусов в Киеве. Можно перебрасывать свои части на этом направлении, не опасаясь с этой стороны ничего. Это один из выводов, которые я делаю. Но, безусловно, выводы главные должны делать наши военные. Мы им желаем успеха. Мы понимаем, что, повторяю, что гарантий в войне никогда никаких стопроцентных не бывает. Что вот мы будем только наступать, у нас не будет никаких проблем нигде. Проблемы возникают. Их надо преодолевать. Надо терпеть. Надо бороться. Надо помогать тем, кто не на фронте, тем, кто на фронте. Вот это, мне кажется, очень важно. Какие же отвратительные. Но, ладно, не буду. Будем безэмоциональны. Пока они хотят терпеть. Так вот, Лука это все услышал. И тут они его реально начали шевелить. Давай, ты наш союзник. И всякое такое. Пинали Лукашенко различными способами, чтобы он заявил о том, что он возвращает свою армию к границам Украины. Но сделали они это не сразу. Видно, что Лукашенко этого не хотел. По крайней мере, я так это анализирую. Делал такой вывод. Потому что вчера вечером у него была такая дискуссия. И как это, настолько запахло жареным, что он начал буквально каждый день выходить в эфир и говорить о том, что мы против войны. Что его задача, чтобы Беларусь не принимала участие в войне. А это значит, в нашем раскладе, это значит, он автоматически предает Путина в прямом эфире. Что он говорит? Значит, на нас никто не наступает, сказал Лукашенко позавчера. То есть, два дня назад, второй день вторжения тогда был. Сегодня наша страна, мы живем в красивой и мирной. Сегодня у нас, у наших детей, у наших внуков есть возможность думать о будущем дне. У нас уверенность в завтрашнем дне. И видя то, что сегодня происходит у наших соседей, когда погибают дети, когда старики, женщины погибают. И в то же время наша страна, она, наверное, самая миролюбивая. Самая, которая не втягивается ни в одни военные конфликты. И поэтому именно это ваша заслуга. И вам огромное спасибо. И сегодня я не побоюсь и скажу, наверное, вы поистине батька для нас всех. Вот вы спросите, а зачем ты эту такую яркую женщину, такую блаженную, показываешь? Вообще, это же, вы не забывайте, Беларусь это стопроцентная диктатура. И там вопросы, абы какие, не задают. Там вот этих вот, даже нет этих, погибать демократию, как было на больших пресс-конференциях Владимира Путина. Там все очень жестко. Вот, это же глаз народа. То есть она говорит от белорусского народа. Кстати, я думаю, что это абсолютно не наигранная позиция. Вот они хотят жить в мире, воевать они не хотят. Это правильно. Вы молодцы, белорусы. Так держать. Потому что действительно на войне погибают дети, мужчины. Слушайте, это такой ужас, что я даже не знаю, как это описать. И нормальный человек на войну никогда не пойдет, за одним исключением, если он защищает свою страну. И вот мы видим, что настроения, которые транслируются при службе Александра Григорьевича, они именно вот такие. Не хотят они воевать. А что сам Александр Григорьевич? Не мира, это мои вопросы, прежде всего. Вот моих коллег из правительства. Это наши вопросы. Мы просто просим вас всегда, вот то, что вы должны сделать, вы сделайте. Остальное, остальное уже спросите с меня. Поэтому живите долго, не болейте. Я хочу напомнить, это очень важна хронология. Это он говорит вчера, когда уже наши действия на территории Курской области попали на все мировые передовицы. Он говорит, мы не хотим, мы вот такие, мы миротворцы. Я вообще не слышу тут вот этого. А где вот ДКБ? Знаете, Григорьевич не вспоминает вот этого бреда, что они там члены союзного государства. Нет, нет, нет. Он этого не хочет. Он говорит, что с украинцами можно договориться. И он не врет. Всеми проблемами мы справимся. А по поводу войны, не волнуйтесь, на нас пока никто не наступает. Ну вот попробовали там натопыриться, мы в ответ. Они ушли, мы ушли. То есть мы реагируем, у нас есть сегодня, сегодня, чем ответить. Они не дураки, они тоже это понимают. Они знают, что батька батькой, а шарахнуть может. Поэтому... Поэтому не переживайте. Я всегда переживаю, что люди напряжены излишне. Да успокойтесь, живите спокойно и работайте. Если будет какое-то обострение, я вам задолго скажу об этом. Пока нет никаких тенденций к этому. Потому живите, растите детей, учите их. Скоро в школу. Для нас это главное забота и работа. То есть, вот мы посмотрели, значит, публичное ожидание в Мордоре, публичный ответ Александра Григорьевича Лукашенко. Нет войне, украинцы миленькие, всякое такое, как он нас называет, южане, они тогда, соответственно, северяне. И, да, стена и линия инженерных сооружений у нас на этой стене, они прекрасны. Кто бы там что-нибудь не говорил. Но вот проходят сутки. И Александра Лукашенко не то, что подменили, но видно, что из Москвы начали его давить, мол, типа, припугни этих. Припугни южан. Потому что нам тут тяжко. Никто не знает, как останавливать в Курской области наступление. А может, действительно, они часть войск с украино-белорусской границей перекинули. Я думаю, что едва ли у нас все границы прикрыты так, как нужно. И я вот не вижу ни одного как бы такого пункта, чтобы но если Лукашенко вначале не вступил в войну, да, свою территорию отдал, и была Буча имени Александра Лукашенко, но своих солдат не отправил. Это мы фиксируем. Ну и у нас тут все четко. Как так говорится, по справедливости. И вот сегодня он начал рассказывать о том, что страшная провокация. Украинские БПЛ налетели бомбить Россию и почему-то делали это через территорию Беларуси. Хотя, не знаю, мы же добрые соседи, мы же пролетели, да и прилетели. Ну, с большой вероятностью он просто врет, потому что когда шахеды залетают в Беларусь, российские, он что-то они просто сглатывают, тихонечко делает вид, что ничего не происходит. Там иногда бывает по два-три шахеда мы как-то хотим их сбить, а не раз они прячутся на территории Беларуси, где-то там в болотах падают. Вот. И он говорит, что, во-первых, внимание, Лукашенко начал выдавать очень важные секреты. Оказывается, наши мирно летящие дальнобойные БПЛА, они хотели атаковать Ярославль. Это за Москвой, если что, то есть достаточно далеко от американского посольства в Киеве. И, соответственно, лететь долго, бомбить Ярославль. Сама фраза прекрасна. И вроде как вот они все уничтожили, они молодцы. Так, и Лука начал выдавать, что очень важно, не сам такие какие-то такие страшилки в наш адрес, а поручил это делать военным. Но как это произошло? Во-первых, он слил информацию не только про Ярославль, а на глубину прорыва. Глубина глубокая. Там просто одна ведущая в России все ждала прорыва российской армии, а он не произошел. Точнее, не так. Он произошел. И началось КТО. Контртеррористическая операция в Курской, Брянской и Белгородской области. А что такое КТО? Правильно, это отрицательное СВО. Зачем это Украине, я не понимаю. Нам надо разобраться. Но мы, как я говорил, четко определялись с ними и довели до них эту информацию, что без ответа любые провокации не останутся. Поэтому Министерство обороны Генеральному штабу Беларуси приказано привести соответствующее мероприятие для того, чтобы надежно обеспечить безопасность нашего государства. Взаимодействие было исключительно с российскими войсками противовоздушной обороны и что абсолютно все цели были уничтожены. Как на территории Беларуси, так и на территории. Смотрю на лица белорусских чиновников. Это даже удивительно. Как они могут быть такими серыми и скучными. Там у них жизнь только Александр Григорьевич имеет право как-то проявлять. На территории Российской Федерации неприятно то, что украинцы, как я вас и предупреждал много-много раз, этим самым показывают, что никакому миру они не готовы и продолжают эскалацию этой напряженности. Два дня назад атака на Курском направлении, где они продвинулись на несколько десятков километров 30-35 уже сегодня окапываются там. Ну и вот это провокация с целью ударов по Российской Федерации. Наверное, не совсем приятная эта вещь. Не хотелось бы сегодня этими вопросами в таком ключе заниматься, но никуда не денешься. Ну да, на 35 километров мы зашли, лукавым врать не будет. Тут прикольно следующее. После этого они заявили о том, что вот они усилиют там меры безопасности на границе. Что потом министр обороны заявил, что учитывая обстановку, складывающуюся в Украине, а также в Курской области России главнокомандующий белорусской армии, то есть Лукашенко дал указание усилить группировку войск Гомельское направление, Мозырское направление с целью реагирования на любые возможные провокации. То есть они туда перекидывают как заявлено силы специальных операций, сухопутные войска, ракетные войска, комплексы Полонез, комплексы Эскандер. В общем, ну типа нам должно быть страшно, ну я хочу сразу всех предупредить, особенно белорусов, что нам не стало страшно, не стало страшней, мы все прекрасно понимаем, и что-то мне подсказывает, что Александра Лукашенко вынудились вот эту фразу произнести, то есть качать вот эту нестабильность на Украине и белорусской границе, это никак суд же не поможет, Курску не поможет и в конечном счете Ярославлю. И вот там вот это направление Мозырское, Мозырское, оно же прекрасное. Сразу хочу сказать всем белорусским военным, если кто-то рыпнется, то ваши страны поменьше и наверняка по цене для вас, чем бездомная Россия и безумная. Мы знаем, где Мозырские МПЗ и Хаймарси они не закончатся никогда. Вот вчера нам даже новый транш на 150 миллионов выписали. Это так, кстати, прикольно, что чем веселее идет война, тем меньше суммы, которые публично озвучиваются Министерством обороны США, ну и вообще Белым Думом, они там написали пару строчек Хаймарси, немножко снарядов, немножко того, немножко сего, а сумма меньше и меньше. Ну вот мне такое ощущение, что в Штатах просто немножко тактику поменяли и они решили, что хватит. Хватит это больше. Вот публичность, вот эти вот все высказывания публичные, в этом нет никакого смысла. Надо смотреть не на это, надо смотреть не на суммы оружия, а на факт наличия этого оружия. И есть мнение, такое очень устойчивое, и я его тоже поддерживаюсь, что Хаймарси не закончится никогда. Не забудьте подписаться на канал. подписаться на канал. Спасибо за субтитры Алексею